Приветствую вас. Во-первых, я думаю, что необходимо отграничить как-то то, что вы чувствуете по отношению к своему молодому человеку, и то, что вы чувствуете, ну, вообще по отношению к, допустим, по отношению к самой себе, например. То есть мне кажется, что это достаточно разные вещи, мне кажется, это достаточно разные истории, потому что когда вы, к примеру, хотите что-то для твоего молодого человека, и когда вы испытываете, например, когда вы испытываете негатив от того, что молодой человек что-то делает, да, это всё-таки история больше про вас, это не история про молодого человека, это история про вас, это история про то, как вам это воспринимается, и говорить о любви здесь, на мой взгляд, не совсем уместно, потому что хочется вам чего-то всё же для себя, не для него, а для себя, и желательно, просто желательно, чтобы вы это, ну, признали, что вы хотите чего-то для себя, чтобы вы не думали хотя бы до начала, что, вот, ну, чтобы вы не думали, что вы это делаете из любви к мужчине, да, и так далее. Ревность, ревность, на самом деле, к любви не имеет, ревность к любви, точнее, ничего общего не имеет, не имеет, я очень надеюсь, что вы для себя этот момент поймёте, потому что всё-таки, ну, есть, 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 есть. Достаточно серьёзные, вот, различия между тем, когда человек любит своего партнёра, и когда он пытается сделать так, чтобы партнёр, к примеру, да, принадлежал ему, вот вы пытаетесь сделать так, чтобы ваш партнёр, именно, ну, именно принадлежал вам, а это всё-таки далеко не самая же история, вот. Вы описываете, вы описываете, значит, такие признаки созависимых отношений, когда вы через чур, чрезмерно зависите от своего мужчины, от своего молодого человека, вот. И, в общем-то, как мне кажется, вам надо бы на это обратить своё внимание, что вы очень сильно зависите от, ну, от человека, как раз. Мне кажется, что любая зависимость, она не идёт на пользу, вот, любая зависимость вредит только, вот. Поэтому вам я как раз-таки рекомендую вам, я как раз-таки рекомендую поисследовать вот эту историю, почему вы, значит, его ревнуете, да, то есть, вот, с чем, с чем связана ваша ревность, именно, вот, конкретно, да, вот. Как вас это задевает, потому что, ну, как я уже сказал, к любви это отношение не имеет, именно, именно к любви, это не имеет никакого отношения, ну, вот, это имеет отношение, скорее, именно, вот, к тому, как вы воспринимаете сами, сами себя, как вы относитесь к себе сами, вот. И, на мой взгляд, вот, как это видится мне, ну, вы относитесь к себе не очень хорошо, потому что если бы вы относились к себе хорошо, то, ну, я думаю, что не было бы у вас таких вот сложностей, которые есть на данный момент, вот. поэтому это, к сожалению, такая достаточно однозначная история, вот, и я бы здесь поработал бы и над самооценкой, я бы здесь поработал и над уверенностью в себе, и над, и над страхом одиночества, который не позволяет вам, как-то, вот, двигаться, вероятно, вперед, который мешает вам, вот. и над своей реализованностью, потому что, а, ну, вот, ее отсутствие, да, отсутствие реализованности тоже очень эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, и, соответственно, раскрывает себя на полную, да, то есть, ну, раскрывает себя максимально хорошо. Вот, и, в общем-то, у вас очень неустойчивое представление о себе, потому что вы его, ну, молодого человека действию принимаете на свой счёт, а это ошибочная история, потому что нет никаких реальных оснований полагать, что мужчина таким образом пытается как-то задеть вас, например, или сделать что-то, ну, такое вот негативное по отношению к вам, вот. То есть, это вот такая история, это вот такой момент, и мне кажется, что именно на этом вам и имеет смысл обратить своё внимание непосредственно, вот. Потому что, ну, очевидно, что в этом проблема. Как бы самого молодого человека вы в контексте ревности воспринимаете как предмет, как вещь. Вот, хотя, на самом деле, молодой человек, как бы, ну, он не ваша вещь, он вам не принадлежит, но как раз-таки то, что вы считаете, что отношения должны выстраиваться на условиях такой вот принадлежности, очень сильно вам мешать, на мой взгляд, опять же. Такая история, такой момент, я надеюсь, что для вас это было полезно, вот. Обязательно просите про созависимость в интернете, и после выбирайте себе психолога и начинайте работать, вот. Выделите, что для вас наиболее болезненно сейчас, вот, и на каких основаниях устраиваются ваши отношения с молодым человеком. Это тоже важно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.